друзья привет меня зовут александр логинов мы находимся в инновационном центре сколково в моей лаборатории который мы делаем на заказ литий-ион аккумуляторной батареи в этом виде ролике я хочу вам дать очень простую методику последовательную в которой всего четыре цифры их будет больше но конечной формуле очень мало благодаря которой формуле вы сможете рассчитать сколько нужно ампер часов в литий-ионной аккумуляторной батареи если вы ее хотите менять со свинцово-кислотной на литий-ионной то есть мы разберем два этих случая начнем мы с того что нам надо учитывать формуле глубину разряда аккумуляторной батареи обычно у свинцово-кислотных аккумуляторов это 80 процентов допустимой глубины разряда от заявленной емкости на шилдике батареи у литий-ионный это сто процентов здесь я указываю нашу глубину разряда батареи которые мы используем то есть при такой глубине разряда наш аккумулятор не выходит из строя обращайте на это внимание потому что в рынке очень многие пишут вот так вот 80 там со звездочкой а это значит что вы на 20 процентов меньше получите энергии в батарее не 3 не 2 20 процентов это много следующий следующий цифр который нам нужно учитывать это напряжение свинцово-кислотная батарея под нагрузкой это важный момент имеет напряжение 206 1 и 8 вольт это стопроцентная глубина сто процентов уровень заряда это 20 процентный остаточный уровень заряда это под нагрузкой по госту током разряда цена 5 5 часовым током разряда без нагрузки соответственно 215 20 этот эти цифры все есть у меня на сайте в обзорах можете посмотреть там есть таблички среднее напряжение получается 193 вольт это напряжение средняя свинцово-кислотного аккумулятора элемента неважно какой технологии агм гель флуды какие-то там с добавками вообще не важно электрохимическая пара в любой точке мира просто одинаковые все 1 в 93 и все это закон не мой но закон в литий-ионных аккумуляторах если мы говорим про литий железо фосфат да это распространенный катод мы его в частности используем потому что он пожаробезопасный он работает в диапазоне напряжения под нагрузкой 3 и 4 3 0 вольта можно глубже но не принципиально от 3 0 до 2 и 7 порядка трех пяти процентов рабочей емкости здесь можно тоже лукавить мы на это не обращаем внимание среднее напряжение получается 32 вольта рассмотрим математику сравнение двух замены батареи свинцово-кислотный на литий-ионную на примере 48 вольтового аккумулятора 500 ампер часов это распространенная свинцово-кислотная батарея что первое я должен сделать первое я должен рассчитать сколько энергии с учетом вышеуказанных цифр находится в батарее первое 48 вольтовой батареи находится 24 элемент да они последовательно соединены цепь умножаем их на среднее напряжение элемента 1 93 вольта дальше умножаем на 500 ампер часов и на допустимую глубину разряда в этом случае я без процентов напишу 0 8 я бы на самом деле еще учел деградацию свинца это обычно коэффициент 09 я использую здесь я этого использовать не буду у нас получается что энергоемкость в киловаттах или просто ваттах свинца равна 18 тысяч пятьсот двадцать восемь ватт ну или 18 половиной киловатт хорошо использую эту цифру мы можем пересчитать какая емкость в ампер часах должна быть в литий-ионном аккумуляторе мы берем 18 528 начинаем делить количество элементов у нас 16 последовательно соединенных друг с другом кстати есть лайфхак можно сделать 15 и по напряжению батарея просядет но будет попадать в диапазон работы техники тоже есть тонкость кто-то может мудрить мы этим не занимаемся дальше мы умножаем на среднее напряжение на элементе 3 и 2 емкость мы рассчитываем допустимая глубина разряда в нашем случае единицы умножаем на единицу и мы получаем примерно 361 ампер час то есть если вы хотите заменить свинцово-кислотную батарею на литий-ионную с электрохимией литий-железо-фосфат допустимую глубину разряда 100 процентов то вам вместо 500 достаточно иметь 360 ампер часов батареи для простоты расчета ведем формулу 500 делим на 361 и примерно получаем 138 коэффициент на который надо делить емкость сенсово-кислотной батареи чтобы получить емкость литий-ионного аккумулятора на этом у меня все спасибо что досмотрели до конца подписывайтесь обязательно нажмите на колокольчик чтобы узнать о выходе следующего видеоролика пока